Сегодня будем сравнивать новый стартер-кит от компании Wismac Это Wismac Wichina Ну и сравним мы его с Adjust S, ну и также с Adjust 2 У меня на канале уже был обзор на новый Adjust S Был по сути обзор на Adjust 2 Ну и давайте сегодня посмотрим на так называемого конкурента от компании Wismac На такой коробке приходит Wichina Здесь спереди указана фирма-производитель Указано название, изображен сам девайс Здесь указан вариант расцветки Есть крючка для проверки на подлинность Плюс официальный сайт Все это мы можем легко проверить Ну и снизу у нас имеется комплектация, аннотация, сертификаты Коробка стандартная из плотного картона для компании Wismac Здесь есть юзер Manolo, в том числе и на русском языке Но здесь мало чего интересного Очень маленькая такая инструкция Далее в комплекте у нас будет сам аккумулятор Сам клиромайзер Далее под поролоном здесь мы обнаружим один кабель microUSB на USB для подзарядки Один запасной испаритель, ну и также предупреждение Теперь вообще хотелось бы сказать по поводу преимущества Вичина перед любым из аджастов То есть, будь то это аджастс, будь то это аджаст2 Здесь у нас имеются такие специальные выемки для нижней крышки Для более удобного раскручивания То есть, мы раскручиваем эту крышку И у нас здесь есть такой специальный отсек для аккумулятора формата 18650 То есть, если я, к примеру, ставлю сюда какую-то LG шоколадку У меня будет емкость аккумулятора составлять 3000 мА И, по сути, данный девайс ничем не будет уступать новому аджасту S Если я поставлю аккумулятор поскромнее То есть, к примеру, Samsung 25R на 2600 То, по сути, получим полную копию аджаста второго С одной стороны, конечно же, это плюс То есть, мы можем в любой момент поменять аккумулятор Это преимущество, несомненно, перед вторым аджастом Но, с другой стороны, стоимость Вис Маквичина перед вторым аджастом Слегка дороже То есть, аджаст 2 стоит порядка 20 долларов Вис Маквичина стоит порядка 25 Плюс ко всему мы добавляем сюда аккумулятор И имеем стоимость порядка 30 баксов Сперва давайте его взвесим Вес без 18650 составит 47,5 грамма Ну и с аккумулятором 18650, 91,7 Для сравнения, новая аджаст S будет весить 106,2 Если сравнивать с аджастом S, очень много схожестей Снизу у нас имеется отверстие для вывода газов Далее здесь мы видим microUSB разъем для подзарядки Индикация в обоих случаях одинаковая То есть, при зарядке горит красный светодиод И после того, как аккумулятор зарядился Он просто затухает Здесь две гравировки производителя Название девайса Абсолютно одинаковые у нас коннекторы То есть, один и тот же пин плюсовой стоит Один и тот же изолятор Висчина мне, кнопка, нравится немножко больше То есть, она такая более кликающая Такая более плавная Более такой плавный ход нажатия Здесь такая более Такое более резкое нажатие Здесь у нас ничего поменять нельзя Здесь есть специальные такие выемки Кстати, очень хорошее качество резьбы здесь Здесь мы снизу имеем Такое якобы подпружиненное минусовой контакт То есть, он под воздействием аккумулятора Слегка продавливается Ну и также внутри здесь мы видим У нас плюсовой контакт Ну и там что-то вроде керамики То есть, такая небольшая изоляция Также, если мы поставим сюда один аккумулятор То есть, он заходит полностью Так вот приставим То есть, вот эта вся часть Вот эта вся зона Она отходит под кнопку Под коннектор Под микро-USB То есть, под все вот эти соединения Также там стоит внутри небольшая плата Которая отвечает за различные ограничения Ну, вообще, по сути, я сделал вывод Что здесь абсолютно одинаковая система То есть, одна и та же плата Одна и та же индикация То же самое Здесь все, по сути, одинаково То есть, все здесь то же самое То есть, одна и та же отсечка 15 секунд Одно и то же ограничение В 0,15 Ома Еще из отличий Здесь более такой матовый Более такая матовая обработка металла То есть, металл такой более шершавый Более приятный на ощупь В аджастах он такой более глянцевый Более такой скользящий То есть, вот этот мод Он больше так скользит в руке То есть, получается, что Здесь остаются какие-никакие следы Какие-то мелкие царапины Здесь более такое шершавое покрытие Но мне нравится чуть больше Как на втором аджасте Так и на аджасте Так и на ветчину Сзади у нас указано Среднее значение мощности Которых составляет 50 Вт Но на деле, если у нас Эти аккумуляторы Полностью заряжены И, например, накручена сюда Какая-то дрипочка С 0,6 канталом То, по сути, разогревают Они данные спиральки одинаково В связи с чем Я сделал такой вывод То, что, по сути, эти аккумуляторы Они ни в чем не уступают друг другу То есть, никаких отличий По количеству пара Здесь нету Если вы ставите какую-то дрипку Со сопротивлением 0,16 Ом К примеру На 0,6 кантале То разогреваются эти спирали Абсолютно одинаково В общем, как-то так Поэтому Здесь Стоит помнить о таком моменте Тут имеется возможность Смена аккумулятора Но данный стартер-кит Стоит на 5 баксов дороже Плюс сам аккумулятор Получается на 10 баксов дороже Если говорить о втором IJUST Или же Об IJUST S То они примерно где-то По цене одинаковые Ну, по IJUST S Стоит 25 баксов То есть, это такой промежуточный вариант Здесь никакого аккумулятора Покупать не нужно Но и поменять вы ничего не сможете В общем Такой вот момент Об этом стоит помнить Что касается режима паструв Все это Во всех трех вариантах работает Накручиваются сюда Различные дрипочки Теперь давайте вкратце Рассмотрим сам клиромайзер Он диаметром также на 22 миллиметра Сверху имеется такой Стеклянный Дриптип, который довольно плотно сидит На двух орингах Далее откручивается Вот эта вся верхняя часть То есть, у нас будет Доступ к верхней заправке Сюда по кругу Мы можем заправить нашу жидкость Здесь стоит один уплотнительный оринг Далее у нас снимается стеклышко Запасного, кстати, в комплекте не было Что и понятно Для стартер-кита Есть два таких Отверстия для подачи жидкости То есть, вся вот эта вот часть Она разборная Далее идет один испаритель Снимается вот эта колечка Которая регулирует силу затяжки Снизу мы имеем гравировку Увечина Сертификаты Плюсовой контакт По сути не выпирает Поэтому Только с этим аккумулятором Я думаю, его и стоит использовать Ну и дальше у нас здесь Что есть В принципе, остается сама база Ну и сам необслуженный испаритель Таким вот образом Выглядит испаритель В принципе, по ощущениям По количеству пара По вкусу Это все те же испарители От компании Leaf То есть Вертикальные койлы Правда, такие вот здесь Большие Отверстия Для подачи жидкости Всего у нас два отверстия Ну и здесь надпись Triple Parallel На 0,2 Ом Сверху у нас сеточка Давайте вскроем запасной Испаритель Посмотрим, что здесь у нас Здесь тоже самое 0,2 Ом Triple Parallel В общем, никаких отличий Я здесь не увидел Абсолютно одинаковые Два испарителя Ну что, друзья Попробовал данный Клиромайзер Кстати, вот так вот Выглядит вся эта связка Ну и могу сказать Что ничем у меня не впечатлил В плане вкуса передачи То есть, все то же самое Что и на аджасте Затяжка здесь регулируется Путем поворота данного кольца В общем, что я могу вообще сказать Какие выводы я могу сделать Все-таки, все-таки Я считаю, что это не убийца аджаста Это не какой-либо конкурент В принципе, если снизится цена На данный набор То, возможно Да, возможно будет Как такая Более долгоиграющая альтернатива Ну а так, в принципе Все-таки из-за своей дешевизны Из-за своей Универсальности То есть, вы покупаете просто жидкости Можете сразу парить В принципе, аджаст Все-таки, как по мне Более интересный вариант По-моему, вот эти аккумуляторы Которые стоят внутри Я не видел Не слышал таких отзывов Чтобы у кого-то там Я не знаю Они ломались раньше Например, чем вот эта самая кнопка Такой вот у нас на сегодня был обзор Такой вот стартер-кит От компании Wismac По сути Отличающийся только Вот этой самой Сменой аккумулятора На этом у меня все Всем большое спасибо за внимание Пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok